Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина, и в этом видео речь пойдет о моих подарках на Новый год. Да, Новый год давно прошел, но вот я наконец-то собралась с мыслями и снимаю вам вторую часть. Кто не смотрел первую часть, я оставлю ссылочку под видео, вдруг вы пропустили его. В общем, могу сразу сказать, что здесь я покажу вам только косметику, и в основном все это я сама себе купила, порадовала свою душу. Вот, и первое, наверное, с чего я начну, это с продукта, который вызывает очень много споров на ютубе. Многие говорят, что нужно его покупать, многие говорят, что не нужно, что это бестолковая вещь, и так сказать, этот продукт не хотела никогда покупать. Но вот на этот Новый год я решила порадовать себя каким-то люксом. Кто смотрит меня, знает, что люкс я никогда не покупаю. Ну, раз в Новый год, думаю, ну, подарю себе что-нибудь из люкса. Я долго выбирала как-то, это я не хочу, это я не хочу, и, в общем, остановилась я все-таки на Метеоритах Герлен. Это у нас самые простые, самые, не знаю, первые. Я, в общем, у них не разбираюсь, я имею в виду, в коллекциях, да, то есть я знаю, что это самые вот такие вот обычные Метеориты. У меня в 01 оттеночки, кстати, кому интересно. Вот. Покупала я в магазине Литуаль, по новогодним скидкам обошлось мне всего, ну, почти в 1300. То есть это очень дешево. Сейчас даже в Рюкгоше по золотой карте они продаются 1800. То есть, как бы, удачно я их взяла. Вот. В общем, были все таким вот образом. Я когда, кстати, выложила фотку в Инстаграм, сразу девочки стали писать, стоит ли покупать, не стоит. В общем, чтобы я высказала свое мнение. В общем, тут пуховочка. Ну, разумеется, это все приятно пахнет. Это шарики, в общем, сами. Ну, что я могу сказать? На самом деле, я всегда смотрела обзоры на этот продукт, как бы, и многие говорят, что он дает очень такое сильное сияние. То есть вы будете там сверкать, как новогодняя елка, что на фотоаппарате, на фотографиях все это отражается. Но могу сказать, что я такой слой нанесла на Новый год, и фотоаппарат мой вообще не показал ничего. То есть лицо не блестело, не сияло, такого ничего не было. В принципе, как бы, я этот продукт наношу даже днем на все лицо. Просто хоп-хоп-хоп нанесла на все лицо. Как бы, да, кожа сияет красиво, деликатно по мне так. По тому, что этот продукт делает что-то нереально с вашим лицом, нет, такого нет. По мне так это баловство. Я не визажист, не знаю, возможно, я неправильно его применяю, да, но я могу сказать, что если, девочки, у вас нет метеоритов, вы можете спокойно жить дальше, и вы ничего не потеряли в жизни. Следующий продукт, который я сама себе подарила, это два набора от Benefit. Тоже в магазине L'Etoile я покупала, так как, как мне известно, Benefit продается только в L'Etoile. Но могу ошибаться. Так, купила я, значит, первый набор, я чуть-чуть вам покажу. Я очень давно хотела попробовать тени. Так, вот так вот шла коробочка. Вот, кому интересно, поближе покажу. Такая женщина. Колдунья. Вот, купила, девчонки, я вот такой вот набор. Тут, в основном, ну, наверное, всё-таки это для дневного макияжа на каждый день, что очень мне понравилось. Тут, как бы, вот такой вот розовый матовый оттенок. Вот такой вот, как бы, он, не знаю, жёлтый сатиновый, да, наверное, с блёсками, в общем, такой цвет. И два коричневых. Вот этот коричнево-матовый, кстати, можно даже спокойно брови оформлять брюнетком. И тоже такой вот, просто обычный коричневый. И также две однушечки. Это вот такие вот тени, ну, не запечённые, как они называются, я опять забыла. А-ля Maybelline Color Tattoo. Вот, тут оттенок потемнее коричневый и посветлее коричневый оттенок. Солнышко моё пришло, да. Принесла вам специально сравнить, как видите, Maybelline и Benefit. То есть разница, наверное, в три раза. По поводу качества, девочки, могу сказать, что качество нравится мне куда больше, чем Maybelline. Притом, что на Maybelline я вообще никак не жаловалась, но это качество просто потрясающее. Они очень легко наносятся, они очень легко растушёвываются. Они, если вы вдруг нанесли куда-то вот пальчиком мимо, можно спокойно стереть и ничего не размажется. То есть качество потрясающее. Зеркало, вот такое небольшое, и инструкция. Вот, так что такой вот был наборчик, миленький. И в дорогу тоже его, наверное, очень удобно с собой брать. Следующий наборчик. Так, тоже от Benefit. Это вот такой вот. Тут вот такие вот продукты. На самом деле я могу сказать, что Benefit, конечно, очень классно придумали. Я думаю, что можно в одном наборе попробовать сразу, не знаю, сколько тут, 5-6 продуктов. В среднем один продукт Benefit стоит 1000, да, ну и дороже. Вот, а тут наборчик мне обошёлся в 900 рублей по скидке 40%. Вот я за 900 рублей купила и попробовала, раз, два, три, четыре, пять, шесть продуктов. То есть это, мне кажется, очень удобно. И могу сказать, что половину из того, что здесь есть, я бы не купила. Объясню сейчас, почему. Так, вот так вот выглядит коробочка. Это уже побольше, как видите. Вот. Так. Тут тоже у нас зеркало, все дела. Кстати, зеркало тут достаточно большое и качественное. Я, наверное, вот эти штуки оторву, чтобы они мне не мешали. И так будет удобнее пользоваться. Вот. Наборчик выглядит вот так вот. Начну, наверное, по порядку, быстренько пробегусь, да. Первое, что я очень хотела попробовать, это база по тени. Вот такая вот маленькая баночка. Тут, кстати, у нас такой вот бежевый оттенок и спонжик. Но, к сожалению, я разочаровалась. Дело в том, что с этой базой все тени, которые я наносила, все скатывались часа через два-два с половиной. Я не знаю, почему, что и как. Я сначала даже подумала, что я, может, неправильно прочитала, что это консилер. Вот. Ну, как бы замазка, да, вот там глаза и так далее. Но на самом деле это нет. Это база. И видела, что девочки пользуются, им нравится. Но вот как-то мне не подошло. Следующий средство, которое я вам хочу показать, это вот такая маленькая баночка тональной основы. Так, сейчас я вам открою. Я, конечно, когда открыла, тоже сразу расстроилась, потому что оттенок на два тона, по-моему, темнее, чем мне подходит. И я взяла кисточку и стала наносить эту основу. Ну, просто посмотреть, что она вообще из себя представляет. В общем, нанеслась она очень хорошо. Она легкая. Ну, замазала кое-какие недостатки. То есть, все это замечательно. Но она подчеркнула все мои шелушения возле носа. Из-за того, что сейчас холодно, я постоянно тру нос. И у меня вот тут постоянно эти шелушения. Она все, конечно, это подчеркнула. Даже оставляю следы на телефоне. И как бы, в общем-то, я ее часа через два, мне захотелось ее смыть. Как бы, не знаю, в общем... Пока ничего не могу сказать, потому что я с ней не выходила, так как она мне темная. Я даже один раз пыталась нанести, я знаю, такой есть способ, как бронзер. Но все-таки я люблю применять продукты по назначению. И как-то как бронзер мне он тоже не устроил. Следующее средство, которое тоже является мега-хитом от Benefit, это вот такая база под тональной основой. Я, признаюсь честно, не наносила на все лицо, но попробовала на какую-то часть. И действительно, она очень хорошо ложится. Она выравнивает тон кожи моментально. Это, конечно, волшебная штучка. Многие девочки хвалят. Я тоже могу вам ее посоветовать. Вот так. А также еще, конечно же, мне очень хотелось попробовать. Это вот такой тинт всем известный. Красная водичка так называемая. Что я могу сказать? Средство, конечно, мне понравилось. Но есть несколько но. Для меня первое это то, что все-таки к нему нужно приноровиться. То есть, если вы возьмете кисточку, нанесете на щечки и как-то не успеете размазать эту жидкость, то, возможно, останутся пятна. То есть, нужно все равно приноровиться к этому средству. И второе это, если я наношу на губы. На губы надо наносить только, когда они в очень хорошем состоянии. Потому что, если губы проблемные, допустим, как у меня нижняя губа, она у меня всегда трескается. И я один раз нанесла этот тинт. И вроде так все красиво легло. Но когда свет стал сходить с губ, то все, что мне забилось в мои трещинки, весь этот пигмент, который забился в трещинки, он остался. То есть, вы представляете эту картину, когда губы уже свои, но в трещинках торчит вот этот красный пигмент. Это ужасно некрасиво смотрится. И я поняла, что только на здоровые губы увлажненные. Вот. И так продукт, конечно, неплохой. И еще одно средство, которое я не могу вам посоветовать, это тушь. Когда я ее открыла, я поняла, что у нее огромная кисточка. И на конце такие усики, видимо, прокрашивают вот эти реснички в уголочки. Тушь ничего не делает. То есть, она никакого ни объема, никакой длины. То есть, так чисто делает ресницы более черными. Я могу ее, наверное, посоветовать тем, у кого свои длинные ресницы. И надо их только подкрасить, допустим, и больше ничего. А так, конечно, она с моими ресницами ничего не сделала. И последнее средство, которое я вообще влюблена и считаю его самым лучшим продуктом из всей этой коробочки, это вот такой хайлайтер. У меня есть вот такой, вот всем известный. Хай Бим. Вот. Я им пользуюсь. Он мне нравится. Такое деликатное сияние. Но этот уходит в золотистый какой-то такой оттенок. Тоже деликатный. Мне даже он нравится, наверное, больше. Не знаю почему. То ли он распределяется легче. Не могу объяснить. Но вот этим средством я даже чуточку больше довольна, чем вот этим. Разумеется, они оба классные. Так что вот эти вещи две я могу вам посоветовать. И держатся очень долго. Я пользуюсь. Как вот я купила этот набор. Я вот этот продукт забросила. Пользуюсь только этим. Девчонки с Benefit мы закончили. И покажу быстренько, что мне еще подарила мама. Вот такой вот наборчик от фирмы Bio... Ой. Bio Cream. Вот так вот он выглядит. Я могу сказать, что я не пользовалась шампунем и не пользовалась кремом-гелем для душа. Пахнет это все так очень приятно. Такой ненавязчивый аромат. Кремом для рук я попользовалась. Так как сейчас зима. Я вот только зимой пользуюсь всякими кремами для рук. Руки очень сухие. Так у нас с маслом оливы. Хорошо впитывается. Не надо сидеть целых, там, не знаю, 15 минут ждать, пока он впитается. Все замечательно. Мне этот продукт понравился. Я даже не знаю, откуда эта фирма. Наверное, какая-то наша русская. Могу ошибаться. Вот так что наборчик классный. И тетя Аня мне подарила вот такой вот скраб от чистой линии. Мягкий скраб малины и плюсника, который является моим фаворитом. Который я покупаю постоянно, постоянно, постоянно. Также вместе и с абрикосовыми косточками. Это мы едва любимых скрабы. Вот так вот выглядят, кто не знает. Так что обратите внимание. Так что, тетя Аня, спасибо вам большое. Не пришлось идти покупать в магазин. Так что, девочки, все. На этом я закончу свое видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Пишите, комментируйте, что вы считаете по поводу бенефит. Мне будет очень интересно узнать, особенно про базу вот эту под тени. Ну и, в принципе, все остальное, конечно, тоже интересно почитать. Так что, спасибо всем большое за внимание. Пишите, комментируйте. Всем пока.